лук при простатите лучшие рецепты лучшие секреты применения лука цибули при простатите как и обещал своим подписчикам это канал реальная качалка все о луке при простатите а пока обязательно подписывайтесь на канал нажимаем на колокольчик чтобы не пропустить наши новые видео которые выходят каждый день и нажимаем лайк поехали друзья существует мнение что употребление в пищу лука при проблемах с предстательной железой весьма эффектив эффективно восстанавливает ее функции для того чтобы объективно разобраться в этом вопросе следует понять как влияют активные вещества овоща на указанный наш орган прежде всего необходимо сказать о действии дисульфида и фитонцидов эти два вещества вызывают раздражение слизистой оболочки любых органов в любых именно благодаря их воздействию текут слезы при чистке и резке лука так вот когда эти два вещества попадает в кишечник и впитывается в кровь они оказывают раздражающие действия и на нашу простату как вы думаете как все очень просто через мочу но оказать негативное действие на простату эти вещества способны только при неумеренном употреблении продукт вареном или печеном виде при проблемах с простатой весьма даже полезен и у меня тоже были проблемы в этом плане и есть действительно ряд классных рецептов которые я считаю что вы должны их знать которые не просто по наслышке где-то взяла которые действительно помогают ребята я надеюсь в это оцените по достоинству поставьте пожалуйста лайк я вас очень прошу и так эти рецепты первый рецепт очень прост это лук с медом при простатите потрите лук на терке поместите его в марлю сложенную в два-три слоя и это жмите сок смешайте пол столовой ложки сока и столько же меда желательно брать липовый сразу говорю бабушек берите липовый желательно средства употребляют за полтора-два часа перед сном все очень просто к видите да также при проблемах с простатой с простатитом да если у вас простатит используют также отвары луковой шелухи их принимать внутрь используют также в клизмах такие методы оказывают довольно эффективное и в то же время умеренно щадящее действие и так я вам сейчас расскажу те рецепты которые думаю тоже вам должны помог помочь это также настой лука настой лука помогает при простатите и вообще с любыми проблемами с простатой рецепт следующий измельчаем в кашицу при помощи блендера две-три луковицы среднего размера заливаем луковую массу примерно пол литрами кипятка плотно закрываем емкость содержание скрыл на крышкой закрываем да и все это заматываем полотенце держим где-то 6 часов 6-7 часов потом через это время процеживаем этот настой и луковую массу отжимаем туда же то что процедили принимать нужно каждый час по 50 миллилитров также вот то что я говорил отвар шелухи также можно делать на молоке делаем так при помощи блендера или терки с мелкой ячейкой измельчаем 3 средних луковицы далее кипятим где-то примерно 800 миллилитров молока и как только оно начнет закипать заливаем молоко молоком луковую массу которая у нас есть далее хорошо все это укрываем пледом там или мах махровым полотенцем или пуховым платком где-то примерно на сутки оставляем а через сутки уже можно будет процедить и отжать лук как в предыдущем варианте пить нужно по одном по одному стакану за 30 минут до приема пищи понятно как видите все действительно очень просто и самое главное вам теперь не придется где-то что-то искать рецепты которые действительно вам помогут надеюсь данное видео вам полезно вы поставите лайк но продолжаем дальше сейчас я вам расскажу рецепты еще более ярче которые говорится я по нарастающей еду вначале те которые так более-менее она концовочку оставляю самое-самое сладкие ребята этого я думаю оцените лайк лайк жду ребятки лайк обязательно и комментарий и так настойка лука с медом на вине да для приготовления нам понадобится 3 луковицы опять сухое белое вино одна бутылка и мед сто сто пятьдесят грамм как же приготовить готовится все крайне просто очищаем лук измельчаем его используя мелкую терку или блендер дальше берем емкость подходящую для объема можно кастрюлю брать можно стеклянную банку стекло отлично подходит можно керамику всевозможные тоже можно брать но мне банка больше нравится дальше соединяем все наши ингредиенты тщательно их между собой перемешиваем помещаем это все в емкость и емкость ставим в темное прохладное место погреб подвал чулан на 7 дней примерно 7-8 дней и каждый день ежедневно содержимое надо несколько два-три раза встряхивать для лучшего перемешивания компонентов между собой учить это и спустя вот это время которое сказал содержимое процеживаем луковую массу отжимаем и все все готово принимать средства при хроническом простатите нужно трижды в сутки по 50 примерно миллилитров за 30 минут до еды как видите все действительно очень просто и обычный лук а видите какие делает чудеса ну и то что я говорил в начале насчет шелухи это клизмы клизмы с луком и подсолнечным маслом значит для таких вещей как простатит как убрать простатит нам понадобится измельченная луковая шелуха сухая чтобы была именно вот как вы видите сейчас золотистого коричневого цвета золотисто-коричневого цвета и сухая это легко проверить нам надо будет примерно пол стакана ее набитой не просто насыпаем набиваем пол стакана и растительное масло где-то 100 миллилитров качественно растительным маслом как это все приготовить рецепт прост масло в эмалированной посуде ставим на огонь доводим до кипения потом убираем с огня остуживаем до 40 градусов и уже в остывшие до 40 градусов масло добавляем шелуху перемешиваем тщательно накрываем крышкой потом помещаем на водяную баню на 20-25 минут когда состав настоится а это примерно на данном учтите это 45 часов сразу вам отметьте себе 45 часов потом мы когда уже настоится его процеживаем и применяем для микроклизм где-то 50 миллилитров в сутки друзья кстати подобным образом готовят и средства для клизм только вместо шелухи на то же количество масла берут сок одной средней луковицы среднего размера и при использовании сока после его добавления в масло на водяную баню емкость не помещают звучит это просто закрывать крышкой полотенцем и дают настояться то есть это вот такое маленькое отличие но и тот этот рецепт очень эффективный и для домашних условий это действительно самые лучшие рецепты мало того что это при простоте я не классные рецепты также повышать и потенции учтите это подписываем